В гостях у Вестника Кавказа старший научный сотрудник ММО РАН Владимир Евсеев, недавно написавший книгу «Военно-политический аспект иранской ядерной проблемы». Эту животрепещущую тему мы и будем сегодня обсуждать в студии. Здравствуйте! Многие эксперты обращают внимание на несовершенство договора о нераспространении ядерного оружия. Владимир, по Вашему мнению, нуждается ли этот договор в какой-то модификации? С одной стороны, с Вами согласен, потому что договор был подписан в 60-х годах, и с этого времени прошло так много времени, что, наверное, возможны какие-то изменения. В то же время, надо понимать, что договор о нераспространении ядерного оружия был подписан почти всеми государствами, которые есть в мире. Это договор, наверное, в этом плане наиболее универсальный. Считывает всего несколько государств, которые договор не подписали. Это, так называемые, де-факто ядерные государства. Это Израиль, Индия, Пакистан. И кроме того, что это одно государство, которое вышло из этого договора, это Северная Корея. Все остальные государства этот договор подписали, ратифицировали. И если мы сейчас захотим договор поменять, а когда этот договор заключали, тогда, конечно, не было равенства, потому что на тот момент было пять официальных ядерных государств, и было целый ряд государств, которые могли создать ядерное оружие. Среди них, например, можно назвать европейские государства, как, например, Швеция, Швейцария. Целый ряд других государств могли создать ядерное оружие. И вот с этой точки зрения было очень важно договориться между официальным ядерным державом и остальными. При этом официальные ядерные державы на себя взяли определенные обязательства, что они будут вести процесс ядерного разоружения, видя конечную цель полуничтожения ядерного оружия. А те, кто безъядерные государства, они со своей стороны обязались не создавать ядерное оружие. Вот был такой договор. В нынешнее время этот договор подвигается очень сильным нападком со стороны целого ряда государств, которые либо хотят, либо пытаются создать ядерное оружие. И здесь можно назвать не только Северную Корею, которая вышла из договора, но можно назвать, например, Славскую республику Ирана, которая создает инфраструктуру, которая может при определенных условиях помочь ей создать ядерное оружие. Из этого не следует, что Иран обязательно создается ядерное оружие. Но то, что он делает, это очень сильно мешает всему режиму ядерного распространения, потому что при определенных условиях может возникнуть такая ситуация, когда уже процесс будет настолько запущен, что сныть уже будет нельзя. И мы получим очередное государство, которое в этой заговоре нет распространения ядерного оружия, создать ядерное оружие. Причем не где-нибудь, а в очень взрывоопасном регионе Большого Ближнего Востока. И это будет нести достаточно тяжелые последствия для безопасности как региона, так и мира в целом. И все-таки тема Ирана, который постоянно сейчас муссирует СМИ и активно пугает общественность. Действительно ли так страшен черт? Знаете, есть такое мнение, что Иран излишне демонизирует Соединенные Штаты Америки. Я, наверное, с этим согласен, потому что нельзя сказать, что для этого нет никаких оснований. Как вы знаете, во время революции было захвачено американское посольство, и дипломаты, члены их семей, послушав персонал, были достаточно долго заложниками. Но, может быть, далеко не все знают, что были планы о захвате и советского посольства в Тегеране. И попытки предпринимались по захвату. Причем дважды. Это говорит о том, что Ирану, конечно, нам с ним надо сотрудничать, но верить ему надо с оглядкой на Грибоедова. С этой точки зрения, я думаю, было бы очень хорошо понимать, на самом деле, что происходит. То есть, насколько Иран, на самом деле, близок к созданию ядерного оружия. И насколько? По тем оценкам, исходя из того материала, который я знаю, можно сказать, что Иран не может создать без внешней помощи ядерное оружие в течение одного-двух лет. Из этого можно что сделать вывод? Что есть время для того, чтобы можно было сотрудничать, чтобы можно было Иран убедить не создавать ядерное оружие. Однако здесь возникает очень сильный вопрос о расхождении взглядов российских экспертов и западных. А когда считать их два года? На Западе считают, что уже отчет идет. По мнению российских экспертов, по-видимому, надо считать не с нынешнего момента, а с момента разрыва отношений с МГТ. Вы считаете, это какая-то часть русской души? О том, что какая-то часть русского характера откладывать что-то на потом и считать, что в принципе пока ситуация не так страшна? Либо просто мы обладаем какой-то большей информацией? Вы знаете, нельзя ядерное оружие вытащить из рукава. Это невозможно. Для этого нужно иметь серьезные основы. Если говорить, например, по тому пути, по которому идет Иран, значит, Иран идет по пути урана, развивает урановую программу. Именно урановая программа может быть, как конечный результат, создания атомной бомбы. Вот для того, чтобы создать бомбу таким образом, нужно накопить высокообогащенный уран. Пока нет подтверждающих фактов о том, что Иран накапливает высокообогащенный уран. Потому что даже до обогащения до 20%, точнее до 1975 еще не говорит, то по результате высокообогащенного урана. Потому что надо обогащать выше 20%. С этой точки зрения, если уран не будет накоплен, то тогда Иран не сможет создать ядерную бомбу. Потому что даже 20% недостаточно. Нужно 90-93%. Хотя не к счету, и может взорвать 80%. Но в целом, как бы, нужно другие проценты обогащения по урану 235. Поэтому чудес не бывает. Если кто-то не даст готовое, или не даст материал. Потому что сам боеприпас из-за высокообогащенного урана можно сделать, это несложно. Но вот сделать, например, но накопить материал сложно. И поэтому, если Иран не накопил, говорить о том, что он создал ядерную бомбу, было бы неправильно. Второй вопрос, что очень беспокоит, это то, что Иран одновременно создает средства доставки ядерного оружия. И здесь тоже надо относиться к этому критично. Потому что существуют некоторые эксперты, которые говорят, особенно на Западе, что Иран создает ракеты межканитального класса. Если говорить реально, то Иран сейчас имеет где-то до, может быть, 100 ракетов Шихаб-3 и где-то всего лишь несколько десятков пусковых установок. Но эти ракеты имеют дальность стрельбы порядка 1200-1400 километров при выводе грузии 1 тонн. Это достаточно для вывода ядерного боезарета. То есть, понимаете, дальность стрельбы у них не так велика. Плюс, ведь эти ракеты, они жидкостные, то есть они требуют заправки. То есть в России есть такая освоенная технология, такая ампулизирование ракеты. Когда ракету в заводских условиях заправляют топливом, и после этого она может находить в течение всего гарантийного срока. Иран технологии это не обладает, поэтому перед тем, как пускать, ее нужно поставить на стол, заправить. В этом время она будет очень узвима для нанесения удара противникам. Поэтому использовать эти ракеты в качестве, положим, нанесения первого удара очень сомнительно, потому что они будут достаточно легко поражены, будут выявлены поражены, потому что заправка длится часами, несколько часов. И у Ирана есть, сейчас проводятся эксперименты по созданию твердотопленных ракет, который называется Саджиль, Саджиль-2. Однако это эксперимент, который пока не имеет логического завершения, ракеты на вооружении не стоят. Твердотопленные ракеты заправлять не надо. С точки зрения, говорить, положим, о том, что Европе сейчас угрожают, положим, иранские ракеты, было бы неправильно, потому что можно посмотреть расстояние от Ирана до Европы. Нужно все-таки большую дальность иметь. Угрожают ли, положим, Иран Израиля? Вы понимаете, для того, чтобы угрожать, нужно понимать, во что это выльется. Израиль имеет по разным оценкам не менее 200 ядерных боезарядов. И в случае чрезвычайной ситуации, я в этом стопроцентно уверен, Израиль их использует. Это понимает и в Иране. Поэтому они не склонны к руководству иранской, и можно по-разному относиться к его лидерам. Например, к тому, как Махмуд Ахманижаду, к примеру. Но не надо считать, что они маньяки или склонны к суициду. С точки зрения, надо понимать, что иранское руководство, оно отдает себе отчет, к чему это приведет. А к чему это может привести? У Израиля реально есть различные средства доставки ядерного оружия, которые они, по-видимому, испытали в ЮАР. А ЮАР это то государство, одно из немногих, и, по-моему, единственное государство, которое ликвидировало свой ядерный арсенал. Ну, если не брать Украину, Белоруссию и Казахстан. То вот что получается, что Израиль имеет, во-первых, ракеты Иерихон. Иерихон, ракеты с дальностью больше порядка 2000, что достаточно для доставки ядерного боезаряда на территорию Исламской Республики Иран. Второе. Израиль имеет самолеты, которые могут быть носители ядерного оружия. И имеет топливозаправщики, которые позволяют доставить эти носители, самолеты, доставить эти заряды на ту давность, достаточную для нанесения удара. Кроме этого, в Израиле есть подводные лодки с крылатыми ракетами морского базирования, дальность стрельбы которых тоже позволяет нанести удар по Ирану. Таким образом, Израиль все имеет. И он может это использовать в случае необходимости. Поэтому любой, например, удар со стороны Ирана по Израилю, он приведет, во-первых, он будет блокироваться всячески. То есть, ну, например, в Израиле есть, например, система РО-2, стрела. Это система противоракетной обороны. Есть американские системы, там ставят, например, системы Патриоты, кто перехватит на конечном участке. Есть морские средства поражения американские, система ИДЖИС. То есть, во-первых, не факт, что удар достигнет цели, если даже это произойдет, в что я не очень верю. Второе, нужно понимать, что ответ на удар будет очень сильный. И вот в этом случае уже Израиль вполне может пойти на нанесение едет по удару. С этой точки зрения, получается, что наносить удар напрямую это суицид. Но можно попробовать это сделать чужими руками. Ну, например, используя Хезбалу, например. И, как вы знаете, в Хезбале оружие поставляется. В частности, поставки оружия идут как через Сирию, так и поставки оружия идут с помощью судов. И были перехваты судов с иранским оружием, а ретероличные Хезбаллы. Так вот, если доставить Хезбале, например, какие-то ракеты даже большей дальности, вот в этом случае Хезбалла может, например, нанести удар по Израилю. И при этом Иран вроде будет ни при чем. Вот такой сценарий, он более вероятен, но в этом случае может произойти раскрутка муховика. Особенно, учитывая очень сложные взаимоотношения между нынешним израильским руководством в лице Нитаньяхова и палестинской автономии. Даже с Аббасом, не говоря уже положим о Хамасе. С этой точки зрения, с этой точки зрения, что можно сказать, что Израиль на самом деле может нанести удар по ядерным объектам. И для этого, по-видимому, будет спорить южный маршрут через паралет через Садовскую Аравию. Однако, говорить о том, что однозначно нанесет удар, наверное, было бы неправильно. И последние американские оценки разведывательные, которые говорят о том, что Иран в течение года не создавший ядер наружу, наверное, будут способны тому, чтобы Израиль все-таки не ударил в ближайшее время. В Израиле были люди более объективно смотрящие на мир. Я думаю, какие-нибудь отнесут цепеливни лидеров оппозиции. Если, положим, ей удастся вернуться во власть, наверное, все же вопрос об нанесении удара так явно стоять не будет.